Привет! Это интервью на Маланке, и сегодня мы пообщаемся с известным белорусским режиссером, работы которого были отмечены на крупнейших международных кинофестивалях. У нас в гостях Алексей Полуян. Для меня было очень важно, чтобы не было ни вводной постановочной сцены, это фильм «Назирание». Когда все-таки бомбы, то гранаты, то ты не думаешь про постановку? Как мы не были затремлены? Я сам не знаю, что я говорю, что я все-таки повторяю, видать, кто нас сверху оборонял. Я понял, что я имею тот уникальный материал, который, на жаль, мои коллеги не имеют. Ты видишь эти сотни тысяч людей, которые хотят, но не могут, и на суперте их стоит сотни черных силовиков, которые могут, но не хотят. Эйфория, депрессия, надея, разочарование, и все эти хвалы информационные. Я надеюсь, что глядача чувствует этот фильм. И это делает нас, видать, внутри, и нас руйнует, но, видать, и делает, на мой взгляд, таким большим тверозом. Мастаки не обязаны давать отказы, когда надо давать надею, чтобы люди сами зашукали эти отказы. И когда Мастак сегодня молчит, то для меня это не Мастак. Алексей, здравствуйте. Добрый день. В этом году вы громко заявили о себе и о белорусском искусстве в целом на международных кинофестивалях. Ваш фильм по роману Виктора Мартиновича «Узера радости» вошел в лонглист премии «Оскар», а премьера вашего фильма «Кураж» состоялась на Берлинском кинофестивале. Но давайте вернемся к истокам. Расскажите, как вы решили стать режиссером? Я часто слышу это питание. Ну, с всем докладом отказа у меня нет, потому что я думаю, что это был процесс, который я сам уже не до конца осенцовывал. Я был студентом, тогда я сэбду ира, артии славутого, и я занимался в театре. Ну, мне очень хотелось завсюду работать нечто творчее. Меня тягнуло до кино, но я мало разумею, что такое кино. Вот. И так было наканавано, видать, лёсом, что я пынусь в Германии, буду учиться у украинского профессора, яка скончила в гиг, той московский гиг, вот, славутый. И вот снег таким чином стал режиссером. Это не была мечта детства? Не, я не могу сказать, что это была мара, нет, такого не было. Это вот, это такой процесс был. Я пынулся в таких умовах, где я зрозумела, было мне, что кино и киномастерство — это всё серьёзно. Я зрозумел, насколько важно, сколько людей укладывает души в один фильм, что это годы, что это настолько всё серьёзно. И вот, крок за кроком, я так само дошёл до таких умов, что я начал занимать кино, тогда ещё студентское. Пошли первые фестивали, вот. Ну, зараз занимаем на такие болючие и важные белорусские темы. Вы учились киноискусству в Германии. Почему вы выбрали именно эту страну? Ну, совсем случайно. Я занимался в Менске, я учил немецкую мову в этой институции, и там тут с ним раптовно побачил одну объяву, что была стипендия по обмену от ротора клуба. Вот, университет Касселя. Я не видел, где Кассель, не видел, что такое Кассель. Я поглядел, и там была киноакадемия кассельская. И вот я подал свои документы, и вот, одразу меня взяли. И вот так, видите, я, опынувшись там, я зрозумел, что я... У меня были первые думки, что я пойду на год, а потом попробовать поступить в Берлинскую киноакадемию, в Мюнхенскую. И вот эти вопросы сразу пришли, потому что, видите, вучень шукает не школу, вучень шукает мастера, вот так кажется в Японии. Я нашел своего мастера, вот, просто я не друг, моя профессора первая. Вот, я ж мать научился ей. Расскажите о ваших источниках вдохновения. Как вы приходите к пониманию того, каким должен быть ваш фильм? А это такого нема. Я не могу сказать, что это одразу, ты видишь, какие будут твои фильмы. Это, видите, это начинается все с идеи, все, все вельми абстрактно. И в процессе, когда это мастерское кино, в процессе написания сценария, в процессе... Вот, когда ты шукаешь локацию, и ты нашел своего героя, ты нашел уже актера, и ты уже бачишь, как он проживает эту роль, ты даже до конца не разумеешь, какие это будут фильмы. И только уже напраконцы, подчас монтажу, это, видите, такие шестерунки выбудовываются, складываются все разом, и ты очуваешь, что вось оно твое кино зараз. Перед презентацией вашего фильма «Кураж в Вильнюсе» зрители слушали белорусскую музыку, которая появилась, которую записали в основном в прошлом году, во время протестов. И тогда музыканты были вдохновлены этой мечтой о переменах, но чуда не произошло в итоге, и мы все вернулись в такое состояние невыносимой стабильности бытия, и, соответственно, таких песен стало меньше. Вот как вы думаете, что будет происходить с белорусским искусством, всеми его видами до следующего триггера? Каким был август? Думаю, что зараз все белорусские мастаки спробуют санцевать подеи, что-то было с нами, и занести для себя спрочатку некую надею. Я думаю, что все разумеют, что любому, когда ты как мастак зараз некий робишь твор, тебе требует разуметь, что ты хочешь этим твором сказать. Все шагаются от нас отказом. Вчера так само. Сейчас презентацию все пытали. Кали. Кали мы переможем. Кали это все изменится. Но мастак не может видать Кали. Я не политолог, я не буду свою притычную карьеру. Мастак сам повинет занести для себя этот отказ. Мне так само не отказывают. Но я могу моим твором дать людям надею, чтобы эти пытания не задавались мне. Чтобы каждый из нас, пролетевший кино, или прочитавший ту книгу, или послухавший его композицию, что сам для себя находил мощь, энергию и надею знайсти для себя этот отказ. Кали. На мой взгляд, сейчас обострелись эти проблемы, которые ранее бы мы уже забывали. Мы уже призначались жить в этом либеральном, в этом витрине, в которой повыдевал режим. И мы в последние годы призначались и жили в этих умовах. А зараз это снова, видите, это слой садрали с нас. Все мастаки снова вспомнили, что нет, стоп. Я позитивно гляжу на конт кинематографа белорусского. Я думаю, что у нас напереди шмат будет новых именов, шмат будет новых фильмов. Конечно, кино – это вельми дорогий вид мастацтва. Особенно мастацкое кино. Например, зараз белорусов нема, махчэ мастацкое кино. Абсолютно нема. Таму белорусы дамают документальное кино и таму зараз некое документальное кино больше мая некую свою вагу. Но это только потому, что только сейчас такие умовы. Это может так и опинуться, что белорусский кинематограф может ждать румынский лес. Сейчас румынское кино самое мощное в Европе. У них также была подобная история. Народ произошел в такой террор, в таком человеке, как Чаушеско. И они нашли в себе мощь отработать эту тему. И я шмат разов уже проводил эту параллель. Я вижу, как белорусский кинематограф можно идти в этом керунок. Некоммерческое кино. Кино ауторское. Где про свою особистую ракурс. Ауторский. Ты рассказываешь про свою боль. И это будет верно, когда надлежали. Мы с вами переместились в более тихое место, такое под сенью деревьев. И вот как раз в этой обстановке прекрасно я бы хотела более подробно поговорить о вашем фильме «Кураж». Насколько я знаю, изначально вы задумывали его как кино об актерах свободного театра. Но в итоге, после выхода фильма, в СМИ его представляют как кино о белорусском протесте. А как позиционируете этот фильм лично вы? Я бы сказал, что это фильм про трех мастаков, которые опынулись в умовах белорусского протеста. Но больше это фильм про портрет нации, которая заражается зараз. Начала заражаться. Начинается с прошлого года. Я вот так позиционирую этот фильм. Во время просмотра фильма «Кураж» я неоднократно ловила себя на мысль, что обязательно задам вопрос, не было ли в нем постановочных кадров или компьютерной графики. Но когда я увидела кадры со своими знакомыми, я поняла, что все на самом деле было реально. Расскажите, как проходил съемочный процесс и как вам удалось остаться на свободе? Для меня было вельми важно, как не было ни вводной постановочной сцены, это фильм «Назиранне». К тому никто не может нават кинуть камень. Мой Бог сказать, что это некая пропаганда. Когда ты снимаешь фильм «Назиранне», Амаль без интервью, ты разумеешь, что ты снимаешь не информацию, ты снимаешь обставины, ты снимаешь часовую хронику, ты снимаешь той период часу, в которой мы сейчас пришли. Для меня было вельми важно, что это будет фильм «Назиранне», что это не некий журналистский информационный репортаж, а это фильм. Ты даешь видачу ощущение, что ты зараз глядач, проживешь этот час, проживешь этот час житем этих героев. Герои привыкли до камеры, потому что я снимал летние три года их. Денис, Марина и Павел, они привыкли до камеры. У нас был довер. И в полные моменты они забывали про камеру. Плюс, когда ты находишься в обставинах, когда паусюль газ, когда паусюль бомбы, то гранаты, то ты не думаешь про постановку, как герой, разумеется. Ты забываешь про это, и тогда начиняются самые важные процессы на тваре и в очах. Поэтому для меня это было абсолютно важно, что это будет аутентичный фильм на зеране. Как мы не были затриманы? Я сам не знаю, я это повсюду повторяю. Видать, кто нас сверху оборонял. Было очень много моментов, когда мы были лет не затриманы, особенно на женской марше, который в фильме есть, где Марина идёт. Нас цегнули уже в бус, и мы сдолили сезти, сбегчатывали. Это был для меня такой мощный сигнал, где я понял, что нужно сейчас съезжать, нужно ратовать материал. Из того времени я находился в Германии, и я выражу вельми худко монтировать этот фильм, как бы вот эту правду, как бы вот этот взрез часу было, как могу еще показать со светлым годом. Фильм, который снимали, «Амали три года», мы смонтировали за полтора месяца. И в листопаде я достал фильм на Берлинале, уже в середине студии, я видел, что нас с фильма добрали, я зрозумел, что это было правильное решение. Я задал себе питание, когда я приехал в Вересне в Берлин, ты плануешь про два дня поехать снова в Беларусь. Что у тебя в материале нет такого, что потребует разогнать и максимально охлаждаться с собой в деле этого материала? Видите, я не знаю, что отказываю от питания. Потому что, когда я приехал, через три дня затримали море колесников. Для меня это уже был той сигнал, где я зрозумел, «Ой, зараз пошнется». Я зрозумел, что я маю той уникальный материал, который, на жаль, мои коллеги не мают. Мои коллеги были затриманы режиссеры, и они губили свой материал. Когда я копировал материал, у нас было три места, у меня уже была паранойя, что в этот момент кто с тебя может войти, и ты сгубишь этот уникальный материал, видать. И вот этот градус возрастал летний каждый день до конца жизни. Были ли моменты во время съемок, когда вы опасались за свою жизнь или жизнь членов своей команды, или кто-то из членов команды отказывался от съемок? Были. Я не и осень, и сейчас. Были мы на столе, было очень рискованно. Там видите, когда вы видите в фильме «Водомет», я не вижу, что много людей видят про это. Когда уже наступала спецтехника и войска на людей, там ехал один автобус, я вижу, что много людей видят про это. Это обычный городский автобус «Желтый масс». Я увидел, что спецтехника едет на людей, и он едет и стал перпетикулярно спецтехнике войскам, и так дал махчимость людям обезти. И за пару минут до Геттулю подамет, он стрелял в наш бок. У нас был уже микрофон мокрый, мы не могли дали вздымать. И мы были так близко, что мы разумели, что будем махчимо отойти. И вот видите, такие моменты, как забил этот Кировец, было достаточно. Просто я не могу больше деталево рассказать, но было много моментов. Все-таки могли бы вы чуть подробнее рассказать о бэкстейдже съемок. Может быть, какие-то события, которые особенно вас впечатлили? Я думаю, что я может разповеду про самую эмоциональную сцену. Это была сцена ночью Пелета Крестина. Я никогда не забыл этот момент. Стоячи, в роде 500-600 человек. Это родители, мать, дети, люди, которые сейчас в тюрьме. И это действие может 12 часов вечера. Это уже ночь. И это абсолютная тишина. Мертвая тишина. И ты не можешь увидеть, что в середине Менску, в середине Усходной Европы ты будешь стоять клея турмы и все молчать. И после ты чуешь, как отчиняется эта металличная брама, в фильме «Ночевать», она отчиняется. И выходит, это молодые девочки, 18-летние, может быть. И в этот момент ты чувствуешь, как на то начинает пляскать в долоне. В этот момент ты чуешь, как внутри у турмы начинают катывать людей. Ты чуешь, как некие хлопцы начинают стынать. И это стагнение хлопцев чувствовать и перебивать этот момент, и кто-то начинает кричать, не пляскать в долоне. И вот это разумение, что отбывается за стенками, это было самое складное мотоцинное. Мы с оператором были моменты, когда мы поняли нам вздымки, и приходили у себя. Это был, видать, самый такой мотоцинный, складанный момент. Я еще, чтобы все остается в кадре, в очах это вот в очах этих молодых рекрутов, которые перед парламентом, перед будинком ЦИКа вставляли кветки в свои счеты. Я не забуду эти очки. Один из них так глядел, я говорю, мы сняли тебя, я говорю, как тебя зовут? Артем. Это уже история будет. Он глядит на меня, как вы зараз нам глядите. И вот не усмехается, но отчуваешь от него, что он это сделал, видать, это сделал сумленно. Поэтому я поставил эту сцену в фильме. Это очень важная сцена. Потому что я вижу, сколько было критиков этим девочкам сделано. И я не думаю, что тут очень легко сказать, что девочкам сделали, что они сделали, что они сделали, что они сделали, что они сделали. Я не знаю эти правды. Стоячи там, отчуваячи этот нерв, стоячи за пять метров от этих солдатов и ведучи, что весь этот цикл, весь этот парламент полностью заполненный этим солдатами. Видите? В этот момент я не веду, что было правильное решение. И в этот момент ты не ведаешь информацию, не выводишь никакой информации, ты чуешь такие чудные, там уруча едут танки, там оттуда, где это на топ. И ты разумеешь, что ты уже, ну, ты из всех боков уже нияк не сидишь. Ты стоишь, когда эти молодые хлопцы, которые такие сейчас крок сделали, и по их процессам ты разумеешь, что они так само знают стоять и разогублены, и абсолютно сломаны, они ведут, что делать. И после ты бачишь, что приходят в подсилкование, еще больше больше рекрутов приходят, и вырастает такой мур, такая стена, и стоит на супроте вот этих на толпу людей. И ты имеешь такую ситуацию патовую, видите, патовую, как перед эпохной сценой в фильме, перед этим президентским паласом. Ты бачишь, эти сотни тысяч людей, которые хотят, но не могут, и на супроте их стоит, как сотни черных силовиков, которые могут, но не хотят. И вот эта патовая ситуация, та ситуация, с тех часов до этого еще никак не разрешена, видите. И вот это финал фильма, история не закончена. Это, видите, как у автора забрали ловок. Его немогчимо дописать. Я говорю, нет финала, это только начало этого шляха, который белорусы забрали. Вспоминаю, конечно, все свои эмоции, которые ты проживаешь. Я думаю, для меня это было важно, как выглядаешь, видишь этот фильм, ты пережил все это, все эти хвали эмоций. Ты начинаешь, ты думаешь, я не затриманный. Рахтуешь свой, вот этот ранец, дежурный, мы его все называем, выходишь на дымки, и не видишь, что ты вернешься. Эйфория, депрессия, надея, расчарование, и все эти хвали информационные. Я споделюсь, что выглядаешь, я чувствую этот фильм. Были моменты, когда мы, это был иранский монтажер, который мой отец, замахлившийся брат, когда мы с ним в греху встречались. И он сказал, «Алле, алле, мое сенс так сделать?» Я говорю, «Алле я проживу по-иншему». Это разумеется. Я все справау робить с моей перспективы, как это было вельми особисто. Это вельми особистый фильм для меня. Вельми. И вот теорий был показ был вельми эмоционный, я вам скажу. Видать? Так много людей пришло. Пришли люди, которые прожили это в большинстве. С которыми ты не имеешь право охотиться? Несумленно. Для меня это был вельми эмоционный показ. Я встал, я глядил на реакцию, глядил. Было, конечно, слез. Для меня это, конечно, может быть самая головная критика. Покажут, что это крана, и заходит вельми глубоко. Были мужчины, которые подчас сцены, когда на день похования Александра Тараковского, на Пушкинской, люди принесли кветки, море этих кветок. Когда была хвилина молчания, когда все люди стрелялись за знаком перемоги. Эти мужчины вчера подчас этой сцены были абсолютно тишины. Даже детки, которые вчера там игрались, они спынились. Я обратила внимание, что вы очень внимательно рассматриваете аудиторию. Вы так задумались. Какие у вас мысли в голове были в этот момент? Мы же делаем фильм для глядачного. Это же не для своего эго ты делаешь фильм. Хотя так само ты в выцелленном. Ты так само свои амбиции, как Мастак, расширяешь. Я приехал в Вильнюю, город, который сейчас стал одним из городов. и ротованье, и городу, столицу протесту. И пришли люди, которые... Видите, там сидела женщина, какой сын сидел в стурне. Когда мы рахтовали акцию с портретами, она попросила взять портрет ее сына. Как можно таки показ не глядеть на реакцию такой женщины, такой мать? Она ходила каждую десять минуты полива. И она молчала. Видите, для таких людей приезжаешь сюда и глядишь на эту реакцию. Не знаходжу слова. Был вельми эмоциональный, правда? Был вельми особистый. Был вельми шмат слез и мужчин, и женщин. И люди подыходили, дяковали, видать. Я вельми удачный белорусам Литвы, что пришли на показ. Потому что... Это была так само одна из вельми важных премьер этого фильма, видать. Людям, которые пришли все эти колы Аду. Это мать от них слово подяке. Это, конечно. Но это вельми важно открыть, когда. Я вельми хочу показать этот фильм «Беларусь», потому что... Этот фильм, да я надеюсь, но этот фильм так само отчиняет шмат. Этот фильм делает нас, видать, внутри, и нас руйнует. Но, видать, делает, на мой взгляд, делает таким больше тверозом. Как вы думаете, ваш фильм «Музыка протеста» в целом, протестное искусство, оно может приблизить победу? Благодаря тем эмоциям, которые люди получают от этого искусства? Видите, я не чувствую, что не существует протестное искусство. Не существует мастерство и фикция этого мастерства. И белорусский мастак в сегодняшних реалиях не может снимать с кино про котика и собака. поэтому не существует для меня протест на музыке. И существует музыка мастерство. И если мастерство сегодня молчать, то для меня это не мастерство. А это уже сейчас не молчание, сейчас крик. И каждый твор на самом деле должен кричать. Я уверен, что культура сейчас несет великую отказность. потому что вы бачили на показе нашего фильма люди пытаются коли коли мы переможем, коли будут измены. У нас таки не обязаны давать отказы коли, а давать надею, как люди сами зашукали эти отказы. Надежда это все, что у нас сейчас есть? У нас есть розум, у нас есть наш талент, у нас есть великое жадание. А надея это только сродок выжить. Мне допомогает праца, например. Когда я працую, я забываю про страх, я забываю про бесперспективность будущая. И мне допомогает праца. Я сейчас пишу сценар, уже другой год я працану сценаром мастацкого фильма. Это будет так само про падеи белорусские. И это мне допомогает. Мне допомогает, что я приезжаю в Вильню и бачу 300 белорусов, которые глядят фильм, просто после фильма без слов подходит, дякует, просит обнять. Мы думаем, в белорусах не только есть надея, в белорусах есть роза. И белорусы это такая уникальная нация. Я за счёты правновые меня запытали. Мне кажется, это было в Франкфурте. Белорусы это был немец, и он запытал, а что делать зараз? Вот с нашего немецкого пункту гляджения протесты не видно. что уже всё? Вы програли? Я сказал, нет, не програли. Белорусы мне не могут програли. Я програли с белорусской мовой, которая, видать, за столько ста годов уже живет. Ее так уже гвалтят с другого боку. И за сходу, и заходу. И она живет. И вот это, видать, это самое сейчас, как ситуация белорусская. Белорусы не могут быть не может быть иначе. Просто этот шлях долгий. Это питание часу, питание кошта. Я думаю, что мы и так уже заплатили великий кошт, но подается, что это только початок. Поэтому нам нужно быть готовыми до этого працавать. Как вы это делаете, благодаря вам Белорусы тренируют независимую информацию, благодаря вам Белорусы тренируют крональные книги, сумленные фильмы, мощную и, надеюсь, дающую музыку. Подводя итог нашему интервью, я по традиции задаю один вопрос. Какой вы видите новую прекрасную Беларусь? И лично для вас каким будет кино новой Беларуси? Я бачу новую Беларусь толерантную, краину, яка будет давать любой думке свою простору и право. Я бачу бала на улице. Какой я бачу кино, острое я бачу кино. Я хочу, как кино было острое, и мне вельми аутентичное кино. Люди разумели, что кино и мастерство это не про коммерцию, это не про гроши. Кино и мастерство это, когда после фильма подходит обнимается и без слов спасибо. И ты бачишь спасибо. Это для меня такое кино. И я выполнил, что выросли на бузе такое. Кси, спасибо большое за такое интересное развернутое интервью и за ваше кино, которое вдохновляет и дарит надежду. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, а также наш второй канал Маланка Лайв, который появился совсем недавно. Ваши лайки и донаты помогают нам выпускать еще больше интересного и качественного контента. И обязательно делитесь в комментариях своим впечатлением от фильмов Алексея Полуяна. До встречи и Жыве Беларусь!